Здарова, это Asus ROG Delta S и первое, что вам нужно о них знать, это если вы в них зайдете в Counter-Strike, то услышите в первую очередь от ваших тиммейтов, что your mic is shit. Да, это если вам попадутся англоговорящие ребята, русскоговорящие мне просто сказали, что я нехороший человек и попросили очень вежливо выключить мой микрофон нахрен. Однако не все так плохо и микрофон это явно не та штука, на которую был сделан упор в этих наушниках. К тому же после установки софта все стало намного лучше и комментарии в игре стали такими. Как мой микрофон, ребята? Очень хорошо, очень хорошо, лучший микрофон ever. Серьезно? Да, все хорошо. На что же Asus сделали упор, спросите вы? Ответ вас не удивит, потому что упор был сделан на звук. Еще первые дельты были с ЦАПом и люди, которые уже в курсе, знают, что ЦАП здесь тоже есть. Вернее, их целых четыре и называется вся эта система ESS9281 Quad DAC. Кроме этого, наушники поддерживают кодек MQA, Master Quality Authenticated. Ее разработала компания Meridian Audio, которая делает аудиоустройство аж 1985 года. И в 2014 году они презентовали свою новую технологию MQA, которая делает так, что музыка на стримингах звучит без потери качества. То есть так, как ее задумали создатели. Сервисы, предоставляющие доступ к музыке MQA, официально могут носить логотип Hi-Res Music. Правда, это все, конечно, очень хорошо, только я знаю один, один сервис, который предоставляет доступ к музыке MQA. И это Tidal, который создал Jay-Z. В принципе, таких сервисов сейчас существует несколько, но, как по мне, очень мало контента в MQA. И поэтому я не думаю, что это киллер фича заставит геймеров толпами бежать в магазины за этими наушниками. Ну, потому что геймеры, как бы, Hi-Res прям очень стакаются. Но вот в целом в играх звук мне очень нравится, потому что очень хорошая детализация, прекрасное позиционирование и отчетливо, очень отчетливо и громко слышно, где кто. Покажу на примере CSGO. Вот здесь я очень четко слышал, как чувак прыгнул с ковров, но не поверил, я думал, что мне послышалось, потому что инфа была про то, что все на B. И поэтому я повернулся чисто так для очистки совести, да и то не до конца. Я не утверждаю, что в других наушниках вы этого не услышите. Возможно, услышите, но просто сейчас вот слышно было намного отчетливее, чем в тех же моих G Pro X, с которых я играю постоянно. И в целом позиционирование и звук в играх, прям не качество звука, а вот как слышно далеко, как четко, насколько хорошо, мне эти наушники нравятся больше, чем мои G Pro X. Возможно, я просто уже привык к звучанию G Pro X, потому что там-то в принципе тоже все отлично слышно, но здесь слышно просто как будто громче эти звуки, понимаете? Звуки, которые должны быть далеко, их слышно лучше в этих наушниках. Возможно, я уже реально привык просто к своим G Pro X, но пока что на контрасте эти мне нравятся больше. Звук в музыке мне в них тоже очень нравится, я считаю, что он очень классный, он с небольшим упором на высокие частоты, но как раз для соревновательного гейминга это очень хорошо подходит. Я понимаю, что мы сейчас про музыку говорим, тем не менее. Кому-то здесь может показаться маловато баса, но как по мне, все в меру. Правда, вам стоит знать, что к звуку в музыке я совсем не требователен, я не аудиофил, я не качаю альбомы во флаке, я не слушаю музыку на виниле. Я вообще слушаю рэп, это вам не какой-нибудь джаз, это не рок, это не классическая музыка, где можно насладиться разнообразием инструментов, деталями. Ну какие к черту детали, если обычно это просто какой-то засемплированный один кусок, да, там куча баса Навальный, какой-то тип мямлет что-то там сверху. Ну такой современный рэп, что поделаешь. Да и в наушниках-то я музыку постоянно не слушаю, если я слушаю ее здесь, то это на колонках, если я слушаю где-то в дороге, то это в AirPods. Это чтобы вы поняли, насколько я аудиофил. В общем, в наушниках этих звук мне очень нравится, я очень доволен, поэтому вообще никаких вопросов к этому. Другого вывода по звуку у меня для вас нет, извините. Давайте вернемся к микрофону. Если помните, в первых дельтах был отличный микрофон, он мне очень понравился, и мне в инстаграм только один человек, по-моему, когда-то написал, что у него были какие-то проблемы с микрофоном в дельтах. Больше я ничего подобного никогда не слышал. Поэтому представьте мое удивление, когда я услышал от чуваков в КСе просто, что у меня микрофон отстой, звук как робот, и вообще выруби его нахрен. То есть я, что обычно я делал, я просто распаковал, надел, все, как бы играем в Counter-Strike. Да, я ничего не смотрел, не тестил, до этого просто сразу сел играть. И тут мне заявляют такое, я как бы доиграл катку, аж заткнулся на всю игру, доиграл катку, вышел, подумал, что какой-то другой микрофон у меня был активен в КСе. Ну там, например, у меня подключена куча наушников от других наушников, где-то там микрофон работал, и поэтому было плохо. Нет, все было окей. Я записал сэмпл, послушал, да вроде бы, как бы качество, конечно, не супер, но и не ужасное, никакого робовойса ничего не было. Хорошо, захожу в следующий раз, новый матчмейкинг, мне говорят то же самое. И я опять доиграл, вышел, сделал как бы запись тестовую, да то же самое, вроде бы не должно быть прям робовойса какого-то, или ужасного голоса. Что произошло, непонятно. После этого я поставил софт, как бы что-то там по классу, просто чисто посмотреть, как оно влияет. Зашел третий раз в Counter-Strike, все нормально, спрашиваю, как бы как микрофон. Best microphone ever, говорят, как бы все нормально. Поэтому, черт его знает, что произошло, возможно, что-то у меня с компом, не знаю. Но давайте я вам продемонстрирую, как звучит этот микрофон. В общем, слушайте сами. По сравнению с первой версией, конечно, вообще ни о чем, но в целом более-менее. В софте вы можете настроить этот микрофон, то есть тут есть три настройки. Первое это шумоподавление, как по мне она, в принципе, ни на что не влияет. Смотрите, я сейчас вырубаю шумоподавление интеллектуальное, должна появиться фоновые шумы. И вот я вырубаю полностью его на 100%. Врубаю еще раз. Вот снова на 100%. Как по мне, мало на что влияет. Функция идеальный голос. Ну, вот я выключаю ее, да. Вот она на 100%. Вот так звучит идеальный голос. Вот так звучит неидеальный голос. Как по мне, тоже разницы особо никакой нет. А вот функция интеллектуального шумоподавления, вот она как бы что-то решает. Потому что сейчас вот я замолчу, вы должны слышать фоновый шум. Вот я врубил. И фонового шума, по идее, совсем не должно быть. Даже если поставить на низкий, вот так, то должно быть окей. Если сделать на самый высокий, то голос меняется в худшую сторону. Как по мне, лучше либо низкий, либо средний. Как-то так. Вот эти все настройки вашего микрофона. То есть, вроде бы, нормально. Но в целом, если сравнивать с предыдущей версией, то... На этот раз как-то не удалось. А вот что удалось, так это дизайн. Потому что, на мой взгляд, наушники выглядят очень круто. И то, что они стали теперь полностью черные, как по мне, пошло в плюс. В сочетании с подсветкой выглядит шикарно. Мне нравится, что даже амбушюры сделали с тем же узором, что и на чашах. И такие мелочи, вот я люблю. Материалы тоже классные. Матовый софт-тач там, где вы меньше всего будете касаться наушников. Вот здесь тоже матовый пластик, но уже не софт-тач, чтобы не затирался. Не знаю, как вы, но я беру наушники вот так. Основание в дуге металлическое, а голове из эко-кожи. Амбушюры очень мягкие, приятные и глубокие. В отличие от первой версии, эти наушники для меня более удобные. Они уже не висят у меня вот так вот на ушах, как первая версия. Все намного лучше. И не волнуйтесь по поводу того, что здесь нестандартной формы чаша. Потому что вот здесь-то, в принципе, все такое же почти, как и у других наушников. Повторяют форму ушей. И поэтому здесь все окей. Где-то часа три я могу в них просидеть. Может быть, меньше. Там по-разному получается. Может быть, они как-то иногда не так становятся. Но бывает, что все окей. Бывает, что у меня начинает вот тут болеть. На скулах, да, вот здесь, когда оно прижимается. И вот эта вот часть уха, именно правого. Возможно, у меня такое ухо. Не факт, что у вас будет то же самое. Шумоизоляция у этих наушников так себе, что в этих амбушюрах, что в тканевых. Ну, потому что они полуоткрытые. В комплекте есть тканевые амбушюры. И разницы между кожаными и тканевыми в плане звукоизоляции и вообще звука практически никакой. Наушники подключаются по USB Type-C и в комплекте есть переходник на Type-A. Но основной провод не снимается. Он в оплетке, довольно мягкий и послушный. А переходник-удлинитель уже без оплетки и не такой мягкий. Из органов управления здесь рычажок регулировки громкости. Громкость регулируется в винде, кстати. Нажатие на рычажок выключает микрофон. Ну и включает соответственно. Рядом регулировка подсветки. Выключена, включена и реагирует на звук микрофона. У меня, правда, не сразу реагировал почему-то. Цвет подсветки настраивается в софте. Тут есть эффекты, просто цвета и цвет, которым будут светиться наушники в режиме реакции на звук микрофона. Кроме этого есть настройка звука. Эквалайзер абсолютно бесполезный, кроме режима по дефолту. Ну блин, в режиме для шутеров активировано дикое эхо. Кому оно вообще в шутерах надо, я не знаю. И вот так все режимы, кроме дефолтного. Можете попробовать компрессор и усиление басов, если хотите. Остальное на любителя. Ну и если вы будете качать Hi-Res Audio, то выставьте себе частоты. Ну, в целом, как-то так. Мне нравится дизайн, мне нравятся материалы, мне нравится в целом, как наушники сделаны. Очень нравится звук и позиционирование в играх. И в целом, вообще, звук мне нравится. Я не очень доволен тем, как они сидят. Меня не устраивает здесь микрофон. Ну и цена, понятное дело, тут очень высокая. Хотя микрофон-то, в принципе, получше, чем у некоторых. Просто по сравнению с первой версией, которой был он лучше намного, тут он, конечно же, проигрывает. Ну а цена, тут каждый сам решает. В первую очередь, вы здесь платите за ЦАП и за MQA. Ну и за бренд Asus, конечно. И за подсветку, и за то, что оно геймерское. Но в целом, за ЦАП и MQA. А нужно ли оно вам, это уж решайте сами.